Привет, ребятушки, привет, привет! Ну что ж, у нас очень вкусный мукбанг. Значит так, у меня мясо запеченное в пиве. Вот такая красота! Как готовила, не скажу, не хочу. Потом в следующий раз буду готовить, расскажу. Так. Это просто отвал башки, посмотрите. Посмотрите. Как вам? Как вам? Вкуснота! Потому что у лоры золотые руки. Руки золотые, золотые! Так, можно кусочек? Кусочек. Сейчас. Шматочек. Сметанки. Малосольные огурцы. Малосолью холодным методом в холодной воде. Ваше здоровье. Продолжаем. Всю неделю у нас у всех было тяжелое настроение. Все думали, ну все, все, я и муж, думали о предстоящей ответной поездке к Ивасюкам. Фамилия родителей Нюси и Нюсины и Ивасюки. Я ехала, думала, ну ладно, че уж. Сейчас все пройдет. Свадьба пройдет. Че бы часто видеться бы. Мы с Пашей все время ездим в сентябре, уезжаем на море, на Новый год, едем к друзьям, дни рождения не отмечаем, когда нам видятся. А ну же они отмечают. А если внуки пойдут? Общие, между прочим. Вот так я ехала в машине к будущим родственникам и все прокручивала. Че переживают? Ну люди-то добрые, нормальные люди. Нормально встретят. Ну что, они изверги. Мы приехали. Нас на пороге встретили. Родители Нюси. Подполковник сразу забрал мужа, начал ему что-то загонять там. Вот. Ольга Александровна повела меня показывать дом. Весь дом был в коврах, на стенах, на полах. Везде была советская, советский хрусталь. Она волновалась, теребила фартушек, говорила, что тесто как-то не очень взошло. Они как несколько лет только приехали в Москву. Я смотрела на весь этот цирк, а потом поймала себя на мысли. Какие вы москачи все-таки мерзкие, а? Высокомерные, блядь. Ну чего вдруг? Ну чего? Что тебе не нравится в этих людях? Ну не объяснили этой девочке с Урала, что ковры это бескусица, что это собиратели пыли, что хрусталь советская, это вообще пережитки прошлого, штампованный. Который у всех-всех был. Что они тебе сделали? В чем она виновата? В том, что она не ходила в театры, концерты, как ты, в своей Москве. Тем, что, в отличие от тебя, пока ты училась, здесь, в Москве, она родила ту же дочь и болталась с мужем по гарнизонам, по сопкам, искала, где купить ребенку колготки во времена дефицита. Откуда у нее вкус? Такой, какой ты хочешь от нее требовать. Откуда? Чего ты докопалась до нее? Гордится она своими коврами? Да пусть хрен с ней, пусть гордится. И я поймала себя на мысли, что вот эти все мысли, вот это вот все, фу, ковры, фу, там какая-то усаревшая хрусталь. Чего ты выпендриваешься? Чего ты выпендриваешься? И я как-то, знаете, как-то очухалась. И начала хвалить, хвалить ее ковры, хвалить ее хрусталь, хвалить ее сервизы в стенке, да? И она так обрадовалась, как-то ожила. И, в принципе, очень хорошо посидели. Очень. Никто не говорил ни о политике, ни о политике, ни о свадьбе. Просто действительно хорошо посидели. она давай накладывает нам, мы уже собрались уходить, Ольга Александровна, давай накладывает нам варенье вишневое, пироги, там еще что-то. Александр Сергеевич побежал к себе в погреб, набрал мешок картошки. Как бы мы не отнекивались, мы поняли, блядь, что без картошки мы не уедем. Окей. Вот. Короче, назовали нам всего-всего, и мы поехали. Вижу, что в машине... Вижу, в машине сын выдохнул, все. Не упали в грязь лицом, все хорошо, не опозорили. Я села в машину и говорю вслух. Неплохие люди, простые такие, без второго дна. Ну, а муж такой говорит, Ну, да, да. Как думают, так и живут. Хорошо же это, да? Я почему-то промолчала, не знаю почему. Мы разные, понимаете? Мы разные. Это неплохо и нехорошо, просто это так. И мы поехали, каждый думал о своем. Муж был счастлив, что все закончилось. Ах. Проснулась утром от утреннего звонка Лалы. Мы сели в ее тачку моднявую и поехали по ресторану. Лала это моя подруга. Она такого же возраста, как я. Выглядит на лет 15 моложе меня. Никогда не была замужем. Имеет любовника. Она 12 лет моложе, чем она. Который умирает просто по ней и устал уже звать ее замуж. Но Лала как-то считает, что она уже привыкла быть свободной. Тем более девка не нищая. Два обувных магазинчика. Хотя начинала чуть ли не с лужи. Чуть ли не выставляла на Лавочку и на лужи торговала. Так как она спец у нас по ресторанам, мы с ней поехали выбирать рестораны. Мы начали объезжать рестораны один за другим. Лалочка пробовала закуски горячие. Только пробовала. Немного доедала я. В итоге выбрали ресторанчик. Такой приличный. Не очень дорогой. Лала стояла, договаривалась с руководством по поводу украшения зала. Сколько что стоит. А я сидела в стороне. Уставшая как собака. И только смотрела на это все. Мы поехали с ней домой. Звонит ее Блаоверный. Говорит, что соскучился. Приезжай. Где ты? Я говорю, что через часа два буду. А я смотрю на нее и говорю, господи, как ты? Неужели у тебя будут силы через два часа? Тут цель на жених не знаешь как. Не то, что еще на любовника какие-то силы. Я приехала домой. Завалилась в постель. Позвала мужа. Он, как всегда, за компьютером писал какую-то статью. Ну, в общем, занятой товарищ. Я ему давай объяснять про ресторан. Вижу, что хочет свалить. Я обиделась. Начала ему рассказывать, что одной мне надо. Одной мне. Он тоже обиделся и отвалил. Окей. Я вечером позвала сына. Давай ему объяснять про ресторан. А он вообще вижу, что летает. Я ему объясняю. Тебе что, не важно? Ну, это же для тебя. А он такой, типа, да и мне нафиг не надо это. Этот ресторан, он вообще больше нужен и этим и Васюкам. Нихера себе. Это все выходные я угробила для того, чтобы угодить и Васюкам. Короче, и на него я обиделась. Нахер с пляжа. Окей. На следующий день мы с Лалочкой заехали за Ольгой Александровной. За Нюсей. Ну и поехали. Надо было покупать свадебное платье, туфли и все остальное. Хочу заметить от автора. очень большой плюс этой истории, которую я вам рассказываю, в том, что ни у кого нет материальных проблем. Никто не влезает в долги. Никто не занимает. Никто не падает в обморок от отсутствия денег или от того, что нужно срочно сэкономить. Ну так вот. Мы заехали за ребятами, хотел сказать, за новой семейкой. И поехали в свадебный салон. А я еду, смотрю на тату. И думаю, какая я, наверное, стерва, как свифрой. Такая она маленькая, какая-то серенькая. У меня сынок высокий, черноволосый, густющие волосы, подкачанный торс. Не зря девки за ним бегали, еще не срочнолетним был. А она какая-то такая, нет, она симпатичная, но она какая-то серенькая и невзрачная. Ну, в общем, короче, как свекровка, я, конечно, стерва. Ты? Ну, короче, едем в свадебный салон. Я лалке говорю, давай-ка ты с платьем совсем, чтобы если что-то не понравилось, на меня хоть Нюся не обиделась. Она прием, мы приехали в свадебный салон. Тата сразу взяла, сразу взяла все в свои руки, навыбирала платье, начала командовать, так, это померить, это померить, это померить. Тата, Нюся вроде даже начала подчиняться, не споря, берет все, идет мерить. И как-то она так все подобрала, знаете, как-то все так махом, я бы две недели подбирала. А Нюся пошла, померила, влюбилась в это платье, которое Тата ей дала. Ну, такое платье, знаете, я же вот, ну ладно, провозьму. И вот, значит, выходит Нюся в платье цвета, ну, такое, знаете, подвявшие розы, простое, приталенное. Мы смотрим, ну, неплохо, неплохо. Вижу, как мой сыночек слюни пускает, смотрит на нее. Влюбился, влюбился, засранец, тут не поспоришь, конечно, не поспоришь. Вот, вижу, как он на нее смотрит. Спасибо. А вот, вижу, что влюблен, влюблен. Не знаю уж, насколько, но влюблен. Чего-то человек пока смотрел на своего сына. Что-то потеряли улюбую Александру. Давай смотреть, где она, что она. Она стоит в углу и рыдает, надо рыть. Я к ней голопом, что случилось? Ой, она пока проплакала, пока дали ей волокордина, пока горячего чая налили. Она, заикаясь, начала рассказывать, что она всю жизнь, мечтала, чтобы ее дочь была как королевна, а ее дочь стоит в этом платье, как будто на ней экономят. Но вкусы, понимаете, мы зашли в свадебный салон, а Ольга Александровна начала кидаться к платьям вот этим вот, знаете, вот такие вот огромные платья с рюшами, с золотом, с этими, как она называется, с золотинками пришитыми. Лала так на нее посмотрела, ей сказала, не обращай внимания, я тебя предупреждала. Ну, в общем, вкус еще как бы провинциальный такой вкус. Окей, так, я буду руками отламывать. Потому что у меня что? Да, у меня все забрали. художника легко обидеть. Вот. И платье, которое понравилось современной молодежи, да, Тате, совершенно не понравилось ее маме. она сначала увидела это платье, зарыдала, что как бы все скажут, что они сэкономили на дочке. Потом она увидела цену этого платья, еще раз зазаикалась и заплакала. Это вот это, за это. Потом мы подобрали ей веночек, мама начала еще раз плакать. и без фаты. Короче, Лала мне говорит, пошлай отсюда. Мы выходим, и Наш Даня за нами, она стоять назад. Пусть сами разбираются. Ну, в общем, они разговаривали, разговаривали. Ой. Друг с другом выбрали другое платье немножечко, так, чтобы их хоть немного рюшечек было, еще что-то. Вообще, маму угодили, немножко хоть по-маминому сделали. Мне было пофигу. Вот. Приглашение всем отправили. Все сделали. Ну и все, и осталось ждать свадьбы. Осталось ждать свадьбы, пережить этот момент. Я приехала домой. Сын выдохнул, что он все это пережил. А что он выдохнул? Он сидел всю дорогу в телефоне, временами поглядывал, пускал слюни на свою благоверную. Все. А я ехала всю дорогу, думаю, зачем мне это надо? Ну, зачем? Ну, зачем? Я сегодня утром подсела к своему сыночку, а он лежит такой, ротик открытый, одеялка упала. Ножечка вместе с одеялком упала. Сижу и думаю, зачем тебе ребенок все это? Зачем? Это что, легализованный, чтобы легализовать секс? Он и так давно легализован. Ну, зачем? Ну, поиграешься четыре месяца, а потом начнутся проблемы. Я пощекотала его по пяточке, он перевернулся. Ты мой, Холесик, такой маленький, 23 года. Потом думаю, ну, ладно, пускай хоть научится, хоть таким методом. Я в 18 первый раз вышла замуж. Может, это генетически передается. Пошла я, легла с паточки, закрыла глаза и подумала, а как свекровка я все-таки стерва.